Но пока что, я рада, что мы союзники. Они приближаются к башне. Там остались люди. Отведи остальных в укрытие. Помоги им. Я пытаюсь, но, боже, как больно. Держись. И всем привет, дорогие подписчики канала Амбр Бат Эйченко. Парайд от нас. Я за с вами ваш Альберт Вескирован. Ждок трек, работник. И займой сайм. Продолжай проедать в Томбур Рейдер. Да, он потерпит, он потерпит. Ну, а мы продолжаем наше путешествие. Продолжаем. Видела шахту у старой базы красной. Многие из наших погибли там. В шахтах было слышно, что ты идешь. Столько шума. Ну, извините. Не хотел шуметь, но пришлось. Там какой-то проход, ведь мы должен быть, я так понимаю. Давайте осмотримся, посмотрим, что здесь у нас есть. А, это на вершине, на высоте. Я бы, наверное, туда в следующий раз смогу попасть. Это нормально. Ну-ка, давайте посмотрим-ка. А вот за этим точно смогу добраться. Документно. Вот он здесь должен быть. Вот он лежит буквально. Давайте я заберу его. Он буквально рядом. В миллиметре от меня. Наверное, здесь есть обход. Вот это я точно смогу забрать. Тут есть обход. Тут должен быть обход. Я же говорю, есть обход. Только залезть туда не могу. Как говорится, мне не обход, да? Не дают не обойти. Не дают не обойти. Не дают не пройти. Ничего Ларе не дают. Тут и болото. Тут и золото. Но ничего не дают нигде ей пройти. Вообще. Лару никуда не допускает. Вообще никуда. Наплевали ли на Лару, на ее желание. На ее любовь к культуре. А зачем? Хотя, может быть, восстановят эту деревню. В конечном итоге. Было бы неплохо, кстати. О, кстати, сейчас они гребку сделают. Так. Вот, взяли. Отлично. То есть, получается, я вот эти все документы пока взять не могу, поскольку деревни еще не обустанят. Ну зачем? У них там ягуары живут по соседству. Вот это кошечки у них, да, башни? Ладно, идемте. Ладно, давайте поизучаем местные проходы. Посмотрим, что здесь есть. Без сладкого никуда. Я сладко ешка. Хотя в последнее время что-то я заметил. Я, кстати, в последнее время за собой заметил, что я очень мало сладко что-то начал есть. Может быть, возраст сказывается. Рядом гробница испытаний. О, реально. Давайте туда заплывем. Забито, а тут хотя бы поплавает. О. Заметьте, тросы. Может быть, хоть здесь найдем. Кстати, может здесь есть мишень? Ну, мало ли, висит, а я ее и не вижу. А, это есть гробница? Найдите вход. Ну. Я думаю, найти-то вход несложно будет. Ну, тут грибочки разворачиваются. Тут вот сундучок. Невчанки много, кстати. Хорошо. Ой, красота-то какая. Нет, реально, вот смотрите. Очень такая... Все по фэншую. Все по фэншую. Водопадик, урна, парочка бонсай. Ну, видите, это реально можно назвать маленьким бонсаем. Так, ну, я так полагаю, неизвестное место. Дополнительная гробница испытаний. Дополнительная. Подождите, как это понять дополн... Я не понимаю этой фразы. Дополнительная гробница испытаний. Что значит в их понимании дополнительная? Вот я реально не понимаю этого. Я реально этого не понимаю. М-м-м, да. Нет, ну, серьезно. Вот что за доп-гробница? Я основную-то не нашел. А вы уже... Живы? Вроде живы. Вниз не надо, это успокаивает. О, нет-нет-нет, назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-назад-н проходил в Сирии, так что нет, сэр, нет. Больше я не потеряю. А, это... Подождите, я здесь же спускался? Да, я поэтому водопаду спускался. А, это дорога обратная. Нет, ну проверить стоит лучше все-таки. Кто-то там какой-то уступи заметил. Седушек дарахнулся и бы хоть бы что. Переберемся. Но сначала мы пройдемся. Эта гробница большая в этот раз, я смотрю-ка. Ну, реально большая. Прямо посейдон-ленд какой-то. Какая-то погребальная камера. Какая-то? Мне больше это напоминает... Ладно, это погребальная камера. Вопрос закрытый. Главное, чтобы тут не было медведей. Серебряная корзинка. Когда-то декоративная, но потом в ней носили зерно. Ну, а почему нет-то? Нет, никак. Не надо делать никаких декораций нам. Когда тут и так, декорации только в путь. Кстати, мне очень нравится, что здесь черепа реально сделаны как именно черепа. То есть, у них челюсть-то, она же держится на сухожилиях. То есть, челюсть нижняя-то попадет всегда. А стандартный-то череп сам себе. Вот, наконец-то здесь спокойненько. Ну, не говори. Катакомбы священных вод. Костеров на таком фоне. Там, ну, это и верх изыскал. Ну, зато мы, кстати, нашли, наконец-то, костер, который я так и искал. Давайте посмотрим, что мы с вами сегодня развивать будем. Бесшумное приземление. Ну, оно сейчас будет, кстати, реально пригодилось бы. Бесшумный убийца. О. Пора. Ну, как говорится, сама игра просила. Так, здесь у нас есть что? Есть. Усовершенствованные кулачки. Усовершенствованные кулачки снижают падение напряжения тетивы, тем самым повышая предельное время удержания. Ладно. Они стоят одинаковые. Масло, шестеренки и пружины. Ммм, шестеренки, шкура. Шестеренки и пружины, опять же. Ну, это увеличенные обоймы. Что с обоймой? Обойма не сдалась. Кстати, у нас вроде новая теперь винтовка, придется надо будет посмотреть. Смазанный запор. О, а вот дарабаш. Можем хоть прокачивать по полной программе. Специальный соединительный конус. Усовершенствованные соединительные конусы снижают разлет дробей, повышает наносимый урон. Применяется ко всем другим юкам. Хорошее обновление. Я ничего не могу сказать плохого. Расточенный ствол. Канал ствола большого диаметра позволяет выстрелить большим количеством дробей, что повышает наносимый урон. Применяется ко всем другим юкам. Нужно шестнадцать. А здесь нужно шесть. Кожух ствола. Дно металлически кожух защищает стрелка от ожогов и позволяет быстрее перезаряжать оружие. Удлиненная трубка магазина. Ну это куда заряжается как раз все патроны. Применяется ко всем пумпом-пуматологическим дробовикам. И то, и то повышает, причем, кстати, одинаково. Давай тогда соединительный конус поставим для начала. А здесь мы поставим как раз-таки смазку для обоим. Ну а что, ускорение, заряжение, повышение... Чего у меня нет? Путь будет. Путь будет. Я знаю, там на другие луки просто еще висит. А, стоп, что-то я вышел. Винтовки тебе покажи. У нас же новая винтовка появилась, как на круте. Винтовка со скользящим затвором. Золотой клык. Ай, я с золотом ходил. Винтовка с скользящим затвором. Ну это стандартная винтовка, я так полагаю. Ну да, у нее деревянная ложа. Очень мощная одноразовая винтовка. Позолоченная винтовка, с скользящим затвором, владает огромной убойной силой. Я не вижу разницы особо. Ну ладно, я поставлю пока все-таки золото. Ну что, пусть будет золотая. Ну что, где-то так. Ходили все время с золотой, я не видел никаких проблем. Так, а что у нас по дробошам? Предвестник. Усовершенствованный автоматический дробовик, который возвещает приближение правосудия. Скорость заряжания, боезапасы и скорость стрельбы повышены, но уроны понижены вдвое. Просто если сравнить с помповым. Не знаю, не знаю. Ладно, я пока похожу с обычной. Походи пока с обычной. Там разберемся, что-то есть. Может, еще что-то новенькое откроется. Вот, например, вот в Магридже. Кто-то вломился сюда посреди ночи. Набили карманы монетами, перевернули вазы с вином и маслом, осквернили усыпальницу. У меня сердце разорвается, когда думаю, что кто-то из наших мог пойти на такую мерзость ради приземленной сиюминутной выгоды. Мы должны как-то защитить это место даже от собственных братьев. Головный кодекс сделать так. Я могу использовать вторую катушку с веревкой, чтобы подтащить плод к берегу. Ну, давай. Так, давай сюда. Отлично. Отлично. Я, по-моему, сделал какую-то странную систему. Не спрашивайте, как эти системы работают, но я как-то это сделал. На плоту есть рычаг. Рычаг? Может, хотя бы посчитаешь вот это? Может, мы и вдали от дома, но это еще не значит, что мы какие-то дикари. Когда любимые покидают нас, а в последнее время это происходит часто, мы провожаем их с должным уважением. Когда у нас не было винокурни, мы омывали их тела водой из озера. Когда нам не из чего было шить саваны, мы заворачивали их в шкуры. У нас с собой было мало денег, но теперь мы чеканим свои монеты, и нашим благословенным умершим есть чем расплатиться за переправу в другой мир. Жаль, что цена столь высока. А у меня, кстати, такой вопрос возникает. Опять же, люблю смеяться над этими сказочками, заплатить их о роду, чтобы он вас перевел. А вопрос... А хоть кто-нибудь задавался вопросом, какую валюту он использует? Нет, серьезно. Какую валюту он использует? Вот. Вот. Вот эту валюту я заберу. Спасибо. Если мне удастся связать плод с дальней катушкой, я смогу подтянуть его с помощью рычага. Так, давай. Крутим Крофт. Есть. А там уже пусть снова это было. Интересно, они бальзамировали покойников? Наверное, а что? Узнай. Спроси. Вот, карту обновили, кстати, по полной программе. А тут, получается, все нашел и так. Золотой кубок под стать королю или пророку. Его изготовили здесь, в Ките же. А по факту должен быть деревянный. Кто смотрел Индиана Джонс в последней крестовой поход, тот поймет. Так, все. Там грибы. О-о-о. Вижу. Открывай ларич. Знание анатомии. Особенно основанного навыка. Знание анатомии. Вот это сейчас. Вы посмотрите, какая красивая кошечка. Мы как раз с вами в позапрошлом эпизоде... Нет, в позапрошлом эпизоде. Пушистые подарочки. Мы с вами как раз таки охотились. Знание анатомии. Инстинкты выживания подсказывают местонахождение сердца у зверей. Выстрел сердца наносит огромный урон. Однако звери с плотной шкурой медведей и крупней кошки имеют иммунитет к попаданию сердца. Я представляю себе медведя, который бежит к тебе с пробитым сердцем. Это прям такую боль. Разбил и сердечко медведю. Он сказал, бежит. Нажмите РС, чтобы включить режим инстинкта выживания. И удерживайте ЛТ, чтобы прицелиться зверя и увидеть местонахождение сердца. Ага. Так, вылезли. Ага. Здрасте. Но вопросы все-таки остается один. Дело все в том, что здесь же есть еще одно место. О, здесь не залезли, да? Ну ладно, сейчас обойду тогда. По столу можно сейчас подцепиться быстренько. Но нет, как говорится, не дает. У меня, кстати, такой вопрос. Это ведь не Лар сжигает эти места. Стало быть, кто сюда приходит и сжигает костер? Да, если он же горит, не благодаря ее воле. Вот так сейчас поплывемся спокойненько. Пройдемся по всем этим местам. Просто тут есть место, куда можно будет попасть, мне кажется. А вот, взя было. Ой, ой, ой. Серьезно, я просто залегла на камень и все. Понимаешь, кажется, поток воды. Лада, это много чего объясняет. Ладно, там нифига ничего не объясняет, но... Объясняло бы многое. Ну ладно, открываем дорогу. Сохранение было. Ну, мы все собрали, так что давайте теперь идемте в горы. Ой, ну красота ведь какая. Красота, красота. Реально шикарная красота, мне нравится. Пасторально, живописно, уютно, экзотично. Но тут экзотика как-нибудь крутейки тоже водится. Пушистая экзотика. Давай. Жалко, что здесь нельзя вот... Перепрыгивать вот так. Бакаминами! Бакаминами! Бакаминами, рыбешка! Ой, ларич. Ой, кровь-то ведь. Ладно. Что-то кажется, что вот на том уступе есть какая-то книга. Но это, наверное, из-за священника. Все, мы в безопасности. Этот водопад нас больше не смоет никуда. Ну, надеюсь. Но это ведь была, как бы, основная грабница. А здесь еще какие-то дополнительные, как это было. Выговорился. Вот помните, мы... Может, вот это? Может, вон там? Наверное, вон там была грабница. Где-то нормальная долина. Грибочки. Но грибы у меня есть. Кстати, о грибах. Теперь, зато могу я лизать. Так. И давайте-ка смотреть. Я уверен, что здесь, скорее всего, есть мишень. Эта зона слишком такая раскидистая, большая. Сюда не засунуть мишень, это было бы оскорбление, мне кажется. обнаружен ноу-базу. Давайте сделаем. Он здесь все это время был? Рядом! Я думал, здесь их вообще не осталось. А они есть. Я думал, их нет, а они остались. Так, и все же, где у нас... Или получается... Не, подожди, это геотермальная долина до сих пор. Это до сих пор геотермальная долина. Как бы я хотел показать тебе, какой вид открывается от моей палатки, Лара. На закате раскопки выглядят так красиво. Последний лучик солнца освещает результаты нашей работы. А потом, то тут, то там, разводят костры. В лагере начинает пахнуть жареным мясом. Говорят, жарят морских свинок. Я не стал есть. Рот съел двух. Может, в следующий раз возьму тебя сюда с собой. Как твой экзамен по истории? Это мои лучшие воспоминания, пап. Как я была с тобой на раскопках. Особенно, когда ты доверил мне мой собственный участочек. Мне так понравилось быть частью чего-то важного. Такой маленький. Экзамен я сдала на отлично. Молодец. Молодец. Это респект. Это респект. Такой маленький, крохотный участочек далейт. Он. Он. Так, а тут у нас что? Теперь я могу это прочесть. Речь о каком-то направлении. Тайник с монетами. Ну, это опять же вот в этой деревне, но там пока нам ничего не доступно. А вот здесь что-то есть. Сколько у нас язык? Языка знания. Давайте посмотрим. Греческий. Вы не видите? Сейчас выключим. Вот. У нас еще пока на шестерке. А там нужна семерка. То есть пока еще мало что у нас есть. здесь. Так, идемте дальше посмотрим, что у нас тут еще есть. Собираем все. Все, что есть. Белка, давай тоже, помогай. О. Гарт обновления. Опять здесь все вот в этой зоне. Все вот в этом кусочке. Но там опять же, заметьте, но вот с этой стороны там наоборот выход. Вот здесь выход. То есть если вот тут вход, то там выход. То есть, скорее всего, я в любом случае выйду из этого места. И я смогу там все это собрать. Тем более, заметьте, там спуск. Вот сюда, куда я попасть не могу. Вот в эту секцию попасть не могу. То есть, получается, смотрите, я пойду сюда, где-то тут пройдусь по закрома, а потом сюда, сюда, сюда и сюда. А потом выйду сюда, деревья восстановят, я могу здесь уже пройти и все поставим собирать, потом нас отправить вот сюда. Ну, какой-то такой пример маршрут будет, получается. Ну, хорошо. Маршрут, знай, маршрут есть. Двигаемся. Хотя, если честно, мне бы очень хотелось, чтобы здесь была мишенька. Ну, реально, местоподходящий для мишени. Хотя бы под простой. Давай, лезь. Знаете, это что-то напоминает джедай фалнорда. Такая же беда была с Кэллом Кестисом. Акрополь. Ну, я уже добрался. Мне это не нравится. Внизу есть бумага, а тут Кура ходит. Нет, ну, если Кура ходит, то здесь безопасно, скорее всего. Яков, тут разгром, и твоих соплеменников не видно. Возможно, Софья увела их в катакомбы под башней, но я потерял с ней связь. Ладно, я поищу ее там. Мы почти закончили эвакуацию раненых. Я скоро присоединюсь к тебе. О, здрасте. Мы узнали, что пророк прибыл в Константинополь, но не обратили внимания. Великий город всегда привлекал безумцев и обманщиков. утверждавших, что с ними говорит Бог. Мы слышали невероятные истории о чудесах, явленных пророком, но все равно не стали его искать. Но потом мы услышали его речи, увидели, как его истина рекой лилась по форму Константина. Он не утверждал, что говорит за Бога. Напротив, он говорил, что ни один человек на это не способен. Но его мудрость была неоспорима, и никто из нас на форуме не мог его опровергнуть. Нужно побольше разузнать о нем. Я должен снова услышать его. По форму Константина. Не с этим ли Константином они раз-таки и болтают тут любопытно. Вот про того, может быть, вот этот Константин, который там сейчас молитвы шизофренические начал углубляться, на самом деле просто какой-нибудь бессмертный? Я начинаю думать, что я Hunter Call to the Wild. Слушайте, это реально красота. Это эпическая красота, ребята. Вы только посмотрите. Я словно в Hunter Call to the Wild вернулся. Может, посмотрим ее когда-нибудь в выходные. Не посмотрим. Так, нам наверх, понятное дело. Сколько вот в этой зоне у нас, в Акрополе? тут есть одно испытание. Есть несгораемые ящики. Есть реликвии. Документы, фрески, аварийные тайники, тайники с монетами. Ну, посмотрим, что тут есть. Хотя, испытание мне любопытно такое здесь. отъем. Академа. Давай, ларичь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У них тут полно всего валяется... В общем, без ресурсов тут я не останусь... Это видно... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот... Моя армия бессмертных, она будет все строить... Они зомби, они такое-сякое... Все построить... Нет, ну реально... Сама говорит... У вас было все... Геотермальные энергии... Все... Все применяли... Все было... Все было... Но нет... Так... Что делают... На... 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 О, этого полно. Сматриваемся аккуратно, ищем каждую деталь. Поконистую бежу. Так. О! Это реликварий. Для хранения и защиты мощи святых. Это могли быть зубы, пальцы, целая голова. Здесь должно быть мощи пророка. Пусто. Ну а ты что хотела? Ну, судя по форме, здесь должны быть лежать яйца и какие-либо половые органы. А что нет? Должен бежь, кажется, никак не прутим. Ценность. Ценность. Размножение пророка. Попок пока со стрелами. Начинается битва. Что нам делать, сплетника? Измарши от них! Не стреляйте! Брэй! Пропустили! Будьте внимательнее! Что у нас? Похоже, здесь все чисто. Отряд чисто... Что это было? Ну давай, вылезай, бисто, а мы нас напали. Давай, Лара, лечись! А ну иди сюда! Ааааа! Аааа! 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 Будете стать как с Ларри Крофтович связываться. О! Сколько здесь у нас Сколько мяса-то Есть что пособирать Точное, жирненькое, вкусненькое Про этого я не забыл Надо много чего еще пособирать Молодец Столько всего валяется Мне кажется, сейчас будет большая битва Тут слишком много всего валяется Но не может быть так, чтобы Вот такая жалкая кучка была бы вот здесь Ну не бывает такого Сейчас определенно будет какая-нибудь кучка, я вам говорю Испытание Обрыв связи Вот Вот мы и нашли испытаницы Скорее всего Вот только внутри вот этого здания Ну а сейчас вы, по-моему, заодно испытали А что едут? Можем, можем Хотим, хотим Вот такое место сделали Закрытое, да? Думаю, это не заметим А мы заметили Оно есть Так, ну тогда папку сейчас включим Давайте выполнять испытания Я бы сюда тоже поставил Причем, заметьте Две точки были Они То есть Они были рядом Это значит, что Это значит, что Рации находятся в этой зоне Чисто в этой зоне Их просто развесили Вблизи О А что ты не подсвечиваешься Так Они здесь висят Чисто внутри Да Там всех прям Линчевают А тут Лара Собирает рации Рации важнее Рации Это Безопасность Может там где-то еще Снаружи были Рации Как вариант Мне кажется Что где-то вот здесь Еще парочка Донайдется Они висят На веревках Рации на веревках О О, точно Вот они Значит, где-то Вот здесь Еще лежат Висят Смотрим Зачем О, у нас еще Очка На Зато Тут, кстати Место есть На прокачку Сейчас найдем Все Ну, я так понимаю Скорее всего Акробль Потом Закроется Поэтому Почему бы Сейчас Не сделать Лучше Сейчас Чем потом Чем потом Жалеть Что мы Не сделали Этого А так Сделали Все Все Нашли Все Собрали И Проблем Не Испытываем Я бы Сюда Повесил Так Так Сказал Как говорится Лескер Где-то Еще Вот здесь Должен Быть Они Должны Быть Вполне Себе Близко Далеко Их Никто Не Будет Засовывать В этом Я Уверен В этом Нету Ни Нужды Ни Тактического Интереса О А Ты Есть Костер Да Давайте Заодно Кстати Мне Нужны Ответы Но Какой У меня Есть Выбор Я Не Могу Позволить Ордену Убивать Этих Людей Есть Черта Через Которую Я Перешла Уже Давно И Пути Назад Нет От Прошлого Не Уйти Оно Всегда Со Мной Я Должна Им Помочь Очевидно Что Люди Якобы Готовы Умереть За Него А Он За Них Редко Встретишь Такую Преданность А Здесь На краю Земли И Подавно Если Я Буду Сражаться Вместе С ними То Может Быть Яков Начнет Не Доверять И Объяснит Что Что Происходит На Самом Деле Что Что Пророк Испил С того Жесточика Что Яматайская Царица И Сошел С ума В конце Концу Остальные Нервы Знак Пистолетов Ну я Значит Знаков Заготовление Трупов Ловушек Сжигательные Бомбы Напалмовые Стрелы Беру Это Я Не могу Здесь Сделать Вы Знаете Я Очень Адак Напалмов У нас Даже С вами У нас Кстати Самый Популярный Эпизод В последней Лариной Трилогии До сих пор Держит Именно Наименование Запах Напалма Неспроставить Популярный Это По-моему Больше 20 лайков Ну это Именно По Ларе Крофт Именно По Tomb Raider Тринадцатому Году Мне кажется Что Вот Здесь Вещем Город Есть Может Еще Впереди Будет Ну В крайнем случае Здесь Есть Точка Телепортации Иначе Получается Мы сможем Сюда Вернуться Я так Понимаю Но Я хочу Убедиться Что Мы Ничего Не упустим А то Ведь Обидно Получается Если Пустим По факту Окажется Что Все Было Так Рядом Так Сейчас Получим Бонус Достижение Ладно Сейчас Еще раз Все Рассмотрим Чтобы Убедиться Что Все Взяли Проблем Нет Там Пока Люди По Слону Лара Не Торопится Лара Не Торопится Лара Делает Все По Ум Вот Это Возьмем Через Продолжение Но Хура Вполне Безопасно Вольготность У меня Очень Рай Вот Что Есть а упустили бы вот что значит все перепроверять по сотню раз так 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 напалм бери напалм должен быть с нами всегда скорее всего еще пара шпортных пошли асфальтные подчеркнуться я не хочу пропустить охват господи, ну ты и маньяк эй, смотри-ка некогда нам гладить наезд вот там так разобрались хорошо пули грибочки мне кажется это сейчас на меня свалится не стреляй слышу стрельбу стреляю все чисто понятно что что сейчас мне кажется что что все все и и и и с вот и Угадай, кто? Вот так. О, белка бегала. Или кошка одну из двух. Но я, кстати, вот здесь уже не вижу... А, веб-поговоротчинг, да. Но я здесь, кстати, уже не вижу... О, монеты. Здесь я уже не вижу раз. Но это получается, что они были только в первой секции. Как вариант. Скорее всего, так оно и есть. А-а-а! 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 Черт! А-а-а! Эй, погоди! Эти ублюдки хитрые. Пойди понаставили тут ловушек. Не боись. Я убью все, что движется. Просто не торопись. А-а-а! 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 То же самое подразумевалось. Я пошел у игры на опережение. Грибочки. Как мы сюда пошли, если здесь закрыто? Не понимаю я. Как они проходят там, где я не могу пройти? Ну что, друг, твоя очередь. Ничего я не скажу. Верь, верь. Поэтому мы сейчас просто-напросто вышибем из тебя тух. Чтобы следующий, у кого я спрошу про Атлас, понимал, что я не шучу. А-а-а! Он тебя понял. Если ты шли, то свернись из тебя. А-а-а! Ублюдки. Развяжи меня. Я перебью их всех до одного. Успокойся, Софья. Вот именно. Столько крови пролилось. Столько наших погибло. Может, твое племя довольна, настрадалась? Это? Все, что мы знали. Я ошибалась в тебе, Лара. Скажи мне, чем вам помочь? Нужно отвезти остальных в укрытие. Но вход в катакомбы перекрыт. Я его расчищу. Каким образом? Но все будет в порядке. Заперто с другой стороны. Я в порядке. Ничего со мной не будет. У меня остальные. А где мое добро? Я тут прибил целую армаду. А тут... Мы отведем вас в безопасное место. Только держитесь. Да сейчас отведем. Походу, опять длинный эпизод выйдет у нас. О, золото. Скоро все закончится. Золото не бросаем никогда. Как-то у вас. Спасибо. Не за что. Кратко лаконично. Ты не обязана была помогать. Я не забуду этого. Я справлюсь. Надо только отдохнуть. Ладно. Тебя как? Лара. Мы должны найти способ миновать завал. Надо отдохнуть. Дай отдышаться. Ладно. Дыши. Он вообще, знаете, так забавно стоит. Вот посмотрите. Вы только посмотрите на него. Он вот такой. Он дышит. Он дышит таким образом. Ты дышишь? Хорошо дышишь? Лада. Погнали. Открываем. Лара. Давай. По-майнкратоски. Майнкратоски. Боги. Дверь открываем. Нам куда дальше-то? Нам получается... Гринзиновая рука. О, здрасте. На этой фреске они находят долину. Наверное, им она показалась, Райн. Да, все так поначалу думают. Потом узнают, что это за страна. И забывают слово. Возможно, получится открыть проход отсюда. Катакомбы. Там нас не достанут. О, что-то нас... Это гранатомет. Еще лучше. Это гранатные стрелы. Разрывная стрела. Ребята, мы прям в мастерскую Аполлона. Древний амулет в форме оленя, вырезанный из рога. Может, ценная вещь, а может, просто детская игрушка. Ну и что? Все равно древняя. Значит, на что тут стоит? Если древний, значит, что тут стоит, Лара? Старые правила незыблемые. Так, на этих случаях проверяем каждый уголок. Так. Открыли. Давай, выводи всех. Спасибо, Лара. Они пока укроются в катакомбах. Я знаю, что ты ищешь святой источник. Но мы скорее погибнем, чем отдадим его. Твои люди уже гибнут. Вы не сможете защищать его вечно. До сих пор удавалось. Но пока что... Я рада, что мы союзники. Они приближаются к башне. Там остались люди. Отведи остальных в укрытие. Помоги им. Создание разрывных стрел. Добро пожаловать в путь к башне. И на этом с вами мы сегодня заканчиваем. Ребята, надеюсь, вам понравилось. Поддержи это видео лайком. И посмотри предыдущее видео, если вдруг не смотрел. Ну а с вами был Вескер. Мы из Лара Кроф. И прекрасный запах напал бы по утрам. Все до сих пор встречи. И всем пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok